Тест, который будет приведен ниже, состоит всего из трех вопросов. Для того чтобы ответить на эти вопросы, вам не понадобится ни знание формул, ни калькулятор. По утверждению автора, это тест на когнитивные способности. Профессор Массачусетского технологического института Шейн Фредерик, который является человеком составившим этот тест, заявляет, что проводил этот тест тремя тысячами человек, среди которых студенты Ельского и Гарвардского университетов. Правильно на все три вопроса отвечают лишь 17% тестируемых. Если вы моментально ответите на все три вопроса и тест вам покажется слишком простым, не спешите с выводами и попробуйте протестировать этими вопросами своих знакомых и коллег. Я проделал это с коллегами и к своему величайшему удивлению выяснил, что лишь один из опрошенных восьми человек, пятеро из которых с высшим образованием, дал верные ответы на все три вопроса. Итак, переходим к трем вопросам из которых состоит тест. Вопрос первый. Совместная стоимость ракетки и мячика составляет 1 доллар 10 центов. Ракетка дороже мяча на 1 доллар. Какова стоимость мяча? Вопрос второй. Пяти машинам текстильной фабрики требуется 5 минут, чтобы изготовить 5 вещей. За сколько минут 100 машин изготовят 100 вещей? Вопрос третий. В пруду растут кувшинки. Каждый день их количество увеличивается в два раза. Если для того, чтобы они полностью заполнили озеро, требуется 48 дней, то сколько дней нужно, чтобы они покрыли половину пруда? Правильные ответы я зачитаю чуть ниже, а сейчас есть возможность поставить видео на паузу и подумать над ответами. Еще раз повторю, что для того чтобы ответить на тест не нужно ни знания формул, ни калькулятора. Для того чтобы дать правильные ответы, нужно лишь внимательно слушать вопросы и тогда ответы на все три вопроса можно дать посчитав все в уме в течение нескольких секунд. В вопросах нет подвоха и они сформулированы корректно. Теперь перейдем к ответам. Абсолютное большинство дает такой ответ на первый вопрос. Стоимость мячика равняется 10 центам, но в действительности, правильный ответ 5 центов. На второй вопрос большинство дает ответы от 100 минут до 1 минуты, но в действительности правильный ответ это 5 минут. На третий вопрос практически все ответили 24 дня, хотя правильный ответ 47 дней. Еще раз скажу напоследок, я скептически относился к информации что лишь 17% дают верные ответы на все три вопроса, но проведя собственный опрос и убедился, что по каким-то причинам большинство людей дает неверные ответы на эти простые вопросы.